Сергей, здравствуйте. В одном из интервью вы говорили, что хотели бы показать Пушкина живым и близким человеком, а не запыленным томиком стихов. Что для вас Пушкин? Самое главное, что, наверное, нужно понимать, что Пушкин действительно был живым классиком. И действительно не тем томиком, который мы порой даже с годами и в руки-то не берем, потому что все как-то руки не доходят. Это вот обычно в школе еще там сочинения надо писать, изучая Пушкина, еще как-то так листаем. А потом времени все нет. И действительно томик начинает пылиться. И потом огромное количество памятников и отношения, наверное, как к памятнику. Ну вот есть памятник и все. Пушкин был очень живым и в письмах, и в стихах, и в его произведениях. Он очень живой, очень чувственный, очень темпераментный. А когда мы глядим на памятник, он же такой молчаливый, бронзовый. Еще голуби постараются. И в результате какое-то отношение такое, ну что-то такое молчаливое. А Пушкин очень яркий, даже такой громкий, какой-то азартный. Поэтому понятно, что пьеса как раз состоит из огромного количества воспоминаний о Пушкине и его живых писем. И в этих письмах и воспоминаниях Пушкин очень живой, очень такой настоящий, настоящий, живой человек. И для меня самое важное, что Пушкин предстоит как раз таким живым человеком, которого и ненавидели. Для нас это совершенно новость. Особенно для молодежи, которые приходят смотреть спектакль, как-то Пушкину, значит, могли вот так вот ему не давать печататься. Или, допустим, огромное количество долгов, и никто, значит, за него не вступился. И в конце могли вот так вот послать его на дуэль, и никто не вступился за него как-то. Вот так вот, господа, вот так вот. Поэтому вот это вот новое, свежее восприятие Пушкина как человека, оно сейчас, мне кажется, необходимо. Вы же об этом упомянули, но все-таки, как зрители реагируют на спектакль? Были ли какие-то необычные комментарии? Очень живо, очень живо. И мне нравится, что молодежи очень много на спектакле. И для них порой что-то в биографии Пушкина открывается заново абсолютно. Что-то они совершенно не знали. Были какие-то забавные, может, комментарии? Комментарии? Все равно бывает. Это разные публика абсолютно. То есть, я не знаю, там, по финалу, в взаимоотношениях, опять же, с Наталией, вот этот любовный треугольник с Дантесом, Наталией и Пушкин, его ревность, его личная такая человеческая трагедия, которая в конце случается. Понятно, что в зале реагируют, порой негативно относятся и к Дантесу, и вообще к всей ситуации порой. А люди настолько живо воспринимают то, что происходит на сцене, и реагируют соответствующе. Столкнулись ли вы с какими-то сложностями при подготовке этой роли? Да нет, нет, спектакль просто, он очень, очень такой объемный. Мне пришлось некоторые сцены снимать как кино, потому что я соединил и киносцены, и театр воедино. Получился такой некий синтез искусства. Есть киноискусство, есть искусство театральное. И когда в спектакле есть еще и кино, то для внимания зрительского это, конечно, большой плюс, как мне кажется. Потому что спектакль немаленький по объему. Он идет 4 с лишним часа, 4 где-то 4,20, 4,20, практически 4,5 часа. Сейчас заставит зрителя смотреть 4,5 часа Пушкина, истории его жизни. Я не знаю, нужно очень сильно постараться. Получается, два в одном, получается, две работы. Это киноработа и театральная работа, соединенные воедино в один такой киноспектакль. Но зато и внимание это держит, потому что зато переключается. Он видит театр, и в то же время раз, на экране, с хорошим звуком, с долбой с раунд, идет ощущение кино. Потом опять идет театр, потом опять кино, вот это вот совмещение. А люди у нас ходят в кинотеатр, любят кино, поэтому здесь вот они получают ощущение и кино, и театр в одном спектакле. Говорят, что талантливый человек талантлив во всем. Роль великого поэта не разбудила ли в вас талант стихосложения? Нет, я считаю, что когда играешь поэтов, наверное, свои стихи писать не надо. Потому что никогда не получится так, как у них. Лучше, наверное, не пробовать. Не надо. Они были гении, они были великими, великими поэтами. Не надо подражать, а уж тем более самому баловаться этим не получится. Кому что дано, мне дано в этой жизни быть актером. Это моя профессия, моя любимая профессия, такая очень интересная. Поэтому лучше заниматься той профессией, которую ты выбрал в этой жизни. А поэты, поэты, это те, кого мы до сих пор любим и читаем. И они актуальны и вечно, на самом деле. И Пушкин, и Есений, и Высоцкий. Это то, что остается в веках. Они как раз составляют основную часть нашей культуры. Я думаю, что одну из, наверное, основных частей. Потому что понятно, что есть и живопись, и литература, и поэзия, конечно. Конечно, поэзия, та самая романтика, которая порой в наше время сейчас очень сильно утрачена. А они дают нам ощущение той самой романтики, без которой жить невозможно, нельзя. Большинство персонажей, которые Вы играете, можно назвать положительными. Вот были ли какие-то, может быть, предложения играть отрицательные роли? У меня персонажи сложные, их можно по-разному воспринимать. И в них нет, допустим, ощущения, вот они только положительные или только отрицательные. Человек сам по себе очень сложный. Сложное существо. В ней намерешь, наверное, все. Абсолютно. В каких-то поступках он может выглядеть и как положительный, так и отрицательный. Потому что жизнь сложная штука. Ну, подлости я не приемлю. Не приемлю ни в каком виде. А то, что люди сложные, и грехов хватает у моих героев, но, тем не менее, они несут действительно тот самый свет. То есть выступают на стороне света. Вот это, наверное, самое важное. Все-таки, несмотря на то, что понять, что мы тоже люди сложные, и я тоже сложный человек, но все равно, на какой стороне ты выступаешь? За кого ты в этом мире? Все-таки светлая сторона. И все-таки поступали ли предложения играть, может быть, негодяев или подлецов? Всякое было. Нет, нет. Я все-таки стараюсь. Сложные люди, но выступающие на стороне света. Вы сами только что упомянули, что очень сложно заставить человека отсидеть в зрительном зале 3-4 часа. То есть сегодняшний зритель очень присыщен. Вот как вам удается сподвинуть людей, отсидеть на протяжении всей постановки Пушкина, да еще хлопать, аплодировать, стоя, и, я уверена, наверняка думать и переживать за героев дома? Правда на сцене, подлинная настоящая жизнь, и жизнь, и слезы, и любовь по Пушкину. И жизнь, и слезы, и любовь. Если это на сцене настоящая, не игра, а настоящая, подлинная. Это можно смотреть бесконечно. И 5 часов, и 6, и 8. Сколько угодно, весь день можно смотреть, если правда. А если игра, даже не столь умелая, ну просто игра, не верит, уже многое, если еще на сцене врут, тогда там и 5 минут не удержишь, если вранье. Если бы у вас была возможность вернуться в прошлое, что-то изменить, что бы вы хотели сделать? Прошлое изменить невозможно, нужно жить настоящим. И думать о будущем. Вы не первый раз в Саратове. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то приятные воспоминания, связанные с нашим городом? Волга. Волгу я очень люблю. Потому что все мои корни волгские, Нижний Новгород. Волга поставляет таланты с такой, с завидной периодичностью. И говоря про себя, конечно, я все-таки москвич в первом поколении, поэтому... Но тем не менее, я Волгу очень люблю, потому что все мои корни, корни волгские, родители и батя мой, это вот все коренные волжане. Поэтому Волгу я очень люблю. Куда бы я ни приезжал, будь то это Самара или Саратов, для меня Волга. Волгу я вижу, и она дает там действительно потрясающую энергию. Что касается воспоминаний, я помню, что я именно здесь, в Саратове, я научился свистеть. Потому что в 95-м году, когда я играл в Есенин-Вермудском театре, я репетировал. У нас летние были гастроли с табакеркой, здесь летом саратовские гастроли. Я помню, тренировался, жили в пансионате Сокол, есть у вас. И мы в основном жили там, сколько я приезжал сюда с табакеркой, мы в основном жили как раз в Соколе. И вот там, я помню, у меня утром как раз начиналось, потому что я открывал окна и начинал свистеть. Подбирал, подбирал, а потом свист стал такой серьезный. Я бы сейчас свистнул, но у вас, я боюсь, что у вас там зашкалит серьезно. Поэтому лучше не будем рисковать. Но, собственно говоря, так происходило потом, когда я уже научился, так происходило каждое утро. Я открывал таким мощным посвистом, будил, наверное, весь пансионат, закрывал окно. Такое хулиганство испытывал. Ну, надо было тренироваться. Вот я тренировался. Так что научился свистеть именно здесь, в Саратове. Первые гастроли, первые гастроли, конечно, были в Екатеринбурге, но все равно один из первых гастролей, конечно, это были саратовские гастроли. Потому что Олег Павлович Табаков, конечно же, вывозил табакерку и все премьеры. Саратов, по-моему, да, и Саратов, на самом деле, видел все, что я уже сыграл в театре. Потому что Олег Павлович всегда вывозил все спектакли, все свои премьеры вывозил сюда, в Саратов. Ну, конечно же, раки, которые невозможно не оценить, потому что раки здесь хорошие. Уже сегодня мне приготовили, я перекусил. И вечером тоже мне приготовили раков. Это уже Олег Павлович пристрастил. Понятно, что я как волжанин, может быть, во втором поколении волжанин. Я, конечно, раки любил, но Олег Павлович научил есть раки, вот прям вот как вот надо их есть. Так что, глянь на Олега Павловича, и каждый раз привозили ему раков. Я не знаю, в этот раз удастся ли привезти ему, будет ли у него желание. Наверное, сам приедет. Так что, Саратов, самые хорошие воспоминания. Конечно же, в Саратове приятно всегда бывать к лету поближе, когда уже жарко, когда вода нагревается, когда и в Волге можно купаться. Для отдыха, конечно. Город на реке для отдыха, конечно, незаменим. Ничто не заменит. Сергей, мой последний вопрос. Расскажите, пожалуйста, что бы вы пожелали всем, кто любит Сергея Безрукова, его постановки, но, к сожалению, сегодня не сможет попасть на спектакль Пушкина? Кто не сможет прийти? Я думаю, что придет. Я думаю, что мы не в последний раз сюда приезжаем с спектаклем Пушкина. Постараемся сегодня отыграть достойно, чтобы организаторам захотелось привезти спектакль еще раз сюда, в Саратовскую драму. Так что следить за афишами, я думаю, что мы еще не распределим кого. Удачи!